Тем временем другие проблемы, только связанные со школьным питанием, возникли в Алматинской области. Здесь ученики остались без горячих обедов. В Кирбулахском районе в новом учебном году не заработала ни одна школьная столовая. Почему закрыты двери буфетов и где теперь обедают дети, расскажут наши корреспонденты. Девятиклассник Валентин Клювак – один из шести детей в семье. Работает одна мама, которая зарабатывает на всех 50 тысяч сеньге. Семья считается малообеспеченной, поэтому школьные обеды Валентина оплачиваются из бюджета. В прошлом году нам давали горячие питания. Чай, молоко, пирожки здесь с чаем пили. В этом году почему-то не дают. Пирожок и чай, о которых говорит Валентин, чиновники оценили в 50 сеньге. Такая сумма получилась, потому что подросток учится в малокомплектной школе, где по проекту предусмотрен лишь буфет. В учреждениях, где есть настоящая столовая, на обед школьника из малообеспеченной семьи в день выделяется 180 тенге. Но в этом учебном году в 50 школах Кирбулакского района буфеты и столовые закрыты. В сентябре мы выявили, что в школах района дети из малообеспеченных семей не получают бесплатное питание. На сегодняшний день не освоено свыше миллиона тенге. Если столовые буфеты в районе не заработают в ближайшее время, не освоена останется вся сумма, выделенная на питание 500 школьников из малообеспеченных семей. В районном бюджете мертвым грузом лежат почти 7 миллионов тенге на 4 месяца. Тем временем в Кирбулакском районном отделе образования сообщили, что некормленными ученики остались по вине их бывшего руководителя. Я здесь работаю только второй день. По закону о госзакупках мой предшественник должен был до конца учебного года провести конкурс среди предпринимателей. Я не знаю, почему он поздно организовал тендер, а потом не довел его до конца. Не могу за его действия отвечать. Прокуроры уже отправили в районный Акимат представление о наказании бывшего руководителя отдела образования. Кстати, он теперь занимает аналогичную должность в другом районе. Тем временем проголодавшиеся дети, по словам школьника Валентина Клювака, покупают пирожки у предприимчивых тетушек, которые приносят их прямо к воротам школы. Каждый день вынужден тратить. Каждый по 200 тенге.